10 лет лишения свободы получил недавно бывший начальник обнона Нижневартовского УВД Ханты-Мансийский округ. Изъяв у местного жителя 37 граммов героина, югорский наркоборец решил, что лучше всего наркотик будет продать. С этой целью регистрировать изъятие не стал, а героин хранил у себя. Продать так и не успел. Кстати, 37 грамм – это мелкооптовая партия, которой наркоману хватит на несколько месяцев. Доза начинающего составляет 0,1 грамма. По мере привыкания наркоманы увеличивают ее в разы. Необходимо признать, что наркоситуация в Уральском федеральном округе остается напряженной. С начала года на его территории зарегистрировано в общей сложности 7 170 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Почти 2200 из них совершены на территории Свердловской области. В сравнении с прошлым годом число поставленных на учет криминальных фактов, связанных с оборотом наркотиков, возросло более чем на 10%. Лица героиновых и дезаморфиновых наркоманов в криминальной хронике мелькают часто, равно как и интерьеры притонов. Здесь добавить нечего. Картинка говорит сама за себя. Опасность других наркотиков, например, курительных смесей, обычно недооценивается. Курительные смеси многие наркотикам-то не считают, полагая, что они попали под запрет по недоразумению. На самом деле это не так. Без причины никакие препараты под запрет не попадают. Но речь сейчас не об этом. Предлагаю поговорить о людях. Знакомьтесь, Удилов Владимир Леонидович употреблял курительные смеси около года. В ходе предварительного расследования установлено, что 26 марта 2012 года около 18 часов Удилов, находясь в своей квартире по адресу город Екатеринбург, улица Гурзовская, 953 в Верхесецком районе, посредством сети интернет сделал заказ на неустановленный следствием сайте на приобретение курительной смеси. После чего на сотовый телефон Удилова пришло смс-сообщение от неустановленного лица с указанием номера счета, на который он должен перевести денежные средства за данную курительную смесь. В этот же день, 26 марта, Удилов перевел денежные средства в размере 800 рублей на номер счета, указанный в смс-сообщении. Через некоторое время Удилову через интернет пришло сообщение с указанием места, где он сможет забрать курительную смесь, а именно за батареей, находящейся на первом этаже первого подъезда дома 44 по улице Московской в Верхесецком районе. С виду Владимир Леонидович вполне благополучный молодой человек. 21 год, одет, обут, причесан, речь не засорена какими-либо словами-сорняками. Сразу и не скажешь, что судимость у него не первая. И, кстати, первая была совершенно не связана с наркотиками. То, что курительные смеси запрещены законом, он знает. Вину признает, судится в особом порядке. А судья, прежде чем казнить или миловать, пытается разобраться, что за человек перед ним стоит. На рецидивиста вроде бы не похож. И отец с матерью есть? Да. Удивительная вещь. А что вы над ним так изгаляетесь? Да, я не изгаляюсь. А что это такое? Это любовь что-то такая? Вы что, как полагаете, вот мать-то, когда узнает, что вас осудили, она будет скакать от счастья, что ли? Или что, как вы думаете? Нет. А что это, любовь такая? Это глупость. Я говорю, подошли к матери, это что? Не любовь точно. Точно не любовь? Абсолютно точно. Потому что ее кошмарные сны напрямую зависят от ваших действий. Это не чтение морали и не придирки. Человек в манте решает сегодня судьбу Владимира Удилова. Здесь важно все. Адвокат пытается доказать, что молодой человек безвреден, просто оступился. Четыре месяца назад у него даже была работа, что интересно в алкомаркете. Но при этом он не пьет. Дружит с девушкой. У нее же, кстати, берет деньги на наркотики. Вам нужно подальше держаться от всех вот этих вот вещей. Вот с моей точки зрения. А вот, понимаете, вот такая вот история получилась в данном случае. Вот вы не можете распорядиться собственной судьбой. Что я не устаю повторять. Сегодня мы решаем работу. Судьбу вашу сегодня мы. Так, заметьте, это не первый раз. Да ведь? Да. Да ведь. Первый раз, когда рассматривали дело в суде, в мировой суде, закраживая суде. Что вы ему где-то говорили? Хоть что-то такое. Вот. Хорошо. А второй раз, когда судили Черных, когда судила, наверное, в мировой суде от третьего участка? Что говорили? Все самое. Говорили, что буду снова совершать поступление? Нет. Нет. В общем, не злой, но слабохарактерный, совсем как герой одной популярной комедии. Образование минимальное, 9 классов. Подсудимый считает, что это называется среднее. Как только ослабло давление, учиться бросил, специальности не имеет, живет и питается у родителей. И вроде бы имеет на это право, но только почему-то постоянно оказывается в суде. Это безответственность по отношению к себе и по отношению к окружающим. Вы не можете нести ответственность за собственную жизнь, почему задаете себе вопрос. У вас тут нахожусь под ногами нет. Ни в виде образования, ни в виде каких-то прочных связей, ни в виде ничего абсолютно. И непонятно, что будет со мной завтра, послезавтра и так далее. От этого сразу попытка куда-то, все. Как страус. Сразу в башку в песок, а в вашем случае это вот, пожалуйста, мы тут веселим себя другим способом. Даже квитанцию о штрафе, уплаченном после первой судимости, Владимир Леонидович потерял. Поэтому даже не ясно, с какого срока считать эту судимость погашенной. А от этого зависит, что с ним делать теперь. Наверное, суд попробует установить это через Сбербанк. Конечно, у Владимира Леонидовича более приличный вид, чем у опустившихся потребителей опиатов. И зависимость от смеси не такая сильная. И из общества он не настолько выпал и на грабеж или убийство ради дозы вряд ли способен. А в героиновом мире такое происходит часто. Но вот разруха в головах эти два вида наркоманов чем-то роднит. Равно как и то, что в неудобное положение они ставят не только себя, но и своих близких, если они у них еще остались. А иногда и всех, кто случайно оказался рядом. Количество наркозависимых лиц остается значительным, в том числе и среди несовершеннолетних. Нельзя упомянуть и о том, что прокурор в ходе надзорной деятельности нередко выявляет и пресекает факты укрытия преступлений данной категории и от законного учета и регистрации. Такие факты, к сожалению, продолжают иметь место. Хотя особая социальная опасность наркотиков ни для кого не является секретом, тем более для работников МВД и ФСКМ. С начала года в Уральском федеральном округе прокурорами выявлено 111 преступлений, связанных с наркотиками, которые полиция, а также наркоконтроль решили не регистрировать. Благодаря усилиям прокуратуры преступления поставлены на учет. С учетом особой общественной опасности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев поручил всем прокурорам субъектов, входящих в Уральский округ, принять комплекс дополнительных мер по усилению и повышению уровня координации. Именно надзор и координация действий остальных силовиков являются основной работой прокуратуры в этом процессе. Довольно часто в борьбе с наркоманией пытаются помочь общественники. Не секрет, что непрофессионалы небрежно относятся к закону и успевают наломать дров, что порождает споры в обществе. Обычно эти споры носят этический характер, где граница допустимого, сколько у наркомана прав и так далее. Но с точки зрения юристов, и она озвучивалась много раз, вопрос тут поставлен изначально неверно. Перевод дискуссий в плоскость этики – это скорее способ заболтать тему, чем добиться истины. Проблема общественников чисто юридическая. Такого рода помощь – дело нужное, полезное, но только тогда, когда она осуществляется строго в рамках закона. Никакие общественные структуры, отдельные активисты не вправе подменять собой правоохранительные органы. Они не полномочны заниматься ни расследованием, ни оперативно-расследованием деятельностью и тем более осуществлять какие силовые акции. Закон есть закон. Он должен беспрекословно соблюдаться и иных мнений на этот счет быть не может.